Всем огромнейший приветик! С вами Алиса и Мона. Глава двадцать шестая. Играть. Глава двадцать шестая. Отклонение от маршрута. Напомни мне никогда больше не смеяться над Соней. Отныне я буду изо всех сил стараться помнить все, что она мне говорила. Поверить не могу, что я забыл эту часть. Не гладить серую собаку. Я тоже не могу поверить. Кристи, да ладно, чего тут уже сердиться, тем более дело уже сделано, будь понимающей. Это был очень милый щенок. Я не виню тебя за то, что ты его погладил. Да уж. Кто знал, что за этой милой мордашкой скрывался монстр? Восемь швов. Я поговорила с людьми. Поскольку у тебя нет восемнадцати, они были обязаны позвонить твоей маме. Она, наверное, перезвонит тебе. В любую минуту. А вот и она. Я вас оставлю наедине. Интересно, моя мама? А вот и она. Что у вас там случилось? Мона, позвони нам, как только сможешь. И вам привет, мама и папа. Не волнуйтесь, мы в порядке. Я перезвоню чуть позже, я в больнице. Да, мы слышали. На Кристиана напали. Хе-хе-хе-хе, родители паникеры. Нет. Мы были на бензоколонке, заправляли машину. Кристиан хотел погладить собаку. Собака оказалась не очень дружелюбной, скажем так. О, господи. Собака на него напала. Да, но он в порядке. Ему наложили швы и скоро отпустят. Мне это не нравится. Неделя только началась, а они уже в опасности. Папа, все хорошо. Честное слово. Мы скоро поедем, и все будет в порядке. Хорошо, только позвони нам, когда вы доедете до следующего отеля. Хорошо. Мы тебя любим. Очень. И я вас тоже люблю. Три часа спустя. Ну и денек. Но мы это сделали. С трудом. Мои обезболивающие еще не подействовали. Бедный Кристиан. Ну, пожалеть. Нет. Сказать ему крепиться. Ну, будь мужиком. Я знаю, но ты должен держаться. Скоро они подействуют. Может, мне станет лучше, если ты меня поцелуешь. Ну, сто процентов. А вот это звучит, как хорошая идея. Снова в дороге. Вода в бутылках. Чипсы. Выпечка. Не очень-то здоровое питание у нас. Да какая разница. Мы на каникулах. Наверное, ты прав. Но я довольно-таки уверена, что я скоро превращусь в батончик с кремом. Сегодня нужно найти хорошее место для ужина. Когда мы доберемся до отеля. Это хорошая идея, но... Это не входит в наш бюджет. Мы можем себе это позволить. Что скажешь? Наш день начался с собачьего укуса. По-моему, нам полагается расслабляющий романтический ужин. Пойти сегодня на романтический ужин? Конечно, отличная мысль. Что ж, тебе не придется просить меня дважды. Отлично. Я посмотрел в интернете и нашел хороший итальянский ресторан рядом с нашим отелем. Так что давай поспешим. Что мне надеть? Ага, Соня сказала, что я хорошо выгляжу в красном. Да, и сейчас типа никто не помнит, что ты тоже в красном сейчас. Вау, ничего так. Кожаное платье. Платье в клеточку. Ух ты, какое классное. А, все наряды будут красные. Отлично. Идем дальше. Ну, как-то нет. Ой, слишком коротко. Ужас. Ну, это на танце такое платье нужно одевать. Не в ресторан. Так, скромное платье. Вот это вообще бомба. Но тоже про ресторан я не знаю. Нет, дальше мы не идем. Комбинезон. А, а это бесплатно, что ли? Гадости нам будут говорить. Давайте тогда... Ладно, берем самое первое. Соня была права. И смотрите, и Кристиан, какой красавчик в костюме. Ты потрясающе выглядишь в красном. Спасибо. Как видишь, я не стала одеваться в одежду того же цвета. Так как она сказала мне, что мне красное не идет. Я люблю твой смех. Я тоже люблю твой. Я люблю... Кристиан, что ты хотел сказать? Ничего. Как тебе еда? Очень вкусно. Я в углеводном раю. Хорошо. Кто знал, что на Западе есть такие вкусные спагетти? Теперь мы знаем. Как тебе еда? Очень вкусно. Я бы хотел, чтобы мы могли заказать вина. Стакан красного прекрасного пошел бы к твоему платью. Это действительно было бы раем. Быть с тобой, вот это рай. И, кстати, моя любимая часть твоего тела – это все еще твой зад. Особенно теперь, когда я видел тебя голой. Кристиан! Мы в приличном ресторане. Прости. Ваша тыльная часть весьма привлекательна. Обалдеть. Так-то лучше. На следующий день. Ну, блин, так обидно. Вот мы покупаем платье, да? И всего лишь какую-то минутку нам его показывают. Джина, ты уже 15 минут ходишь туда-сюда. Тебе нужно присесть. Я так волнуюсь. Я так волнуюсь. Я помню, как я сдавала этот анализ в первый раз. Это было ужасно. Я знаю. Мне очень жаль, что тебе приходится снова проходить через это. Я бы с радостью сдал этот анализ за тебя. Но нам важно это знать. Ты прав. Я смогу сделать это для нашего ребёнка. Мне нравится, как это звучит. Как ты думаешь, это мальчик или девочка? Девочка, я хочу ещё одну мону. Я думаю, может быть, только одна мона. Интересно, что она делает сейчас? Тем временем. Поднимай. Вот так. Теперь опускай нежно. Эх. Теперь можно ехать. Ух ты, платьичко такое. Ну, как я справилась? Я впервые меняла шину. Помни совет Сони. Если сомневаешься, сделай комплимент. Для первого раза просто отлично. Правда? Ладно. Спасибо. Спасибо. Шон был бы горд мной. Наверняка. В следующий раз у меня получится лучше. Я надеюсь, следующего раза не будет. Надо следить за гвоздями на дороге. Да. Перед тем, как мы поедем, можно спросить тебя кое о чём? Конечно. Понимаешь, я тут читала брошюрки, которые мы подобрали в прошлом отеле. Здесь есть замечательная ранчо для туристов, буквально за следующим поворотом. Может, то, что у нас прокололо шину именно здесь, это знак? Да, знак, что нельзя съезжать с магистралей. Ну, давай, Кристиан. Там есть собаки, и утки, и коровы, и лошади. Было бы так здорово туда заехать. Нет. Я ненавижу эти дурацкие ранчо. А лошадей вообще терпеть не могу. Почему он так себя ведёт? Спросить его. Почему? Ты уже упоминал это, но... Я не понимаю, откуда исходит эта ненависть. Это совершенно иррационально. Это рационально, ладно? У меня есть причины. Я не понимаю. Ты был такой милый, спокойный и весёлый в последнее время. И вдруг ты опять становишься самым раздражительным человеком в мире. Просто оставь это, Мона. Но почему ты ненавидишь? Как мне не ненавидеть лошадей? Лошадь убила моего отца. Да, тут вопросов больше нет. Что? Как это? Мой отец разбился, пытаясь объехать сбежавшую лошадь. О, боже. Мне так жаль, Кристиан. Ты не знала этого? Мои родители не хотели обсуждать детали. Ну да. Ты хочешь знать? О том, как произошла авария? Ну, если он не против рассказать, то да. Конечно. Я хочу понять. Отец возвращался домой с поездки. Дорога, по которой он ехал, пролегала возле леса. Шёл дождь. Рядом была раньше курортного типа. У них была новая лошадь, дикая и необъезженная, насколько я понял. Эта лошадь сбежала и скакала по округе, как сумасшедшая. И, по-видимому, она выскочила на дорогу прямо перед папиной машиной. Отец резко свернул, чтобы не сбить её и... и... Не надо, я слышала достаточно. Но тебе нужно избавиться от этого гнева. Иначе тебе будет хуже. Ну, знаешь. Мне много от чего будет хуже. Такова жизнь. Теперь можно сесть в машину. Да. Но я поведу. Я не могу поверить, что ты всё равно привезла нас на ранчо. Прости. Но раз уж мы здесь, нам нужно пойти на экскурсию. Я останусь в машине. Ты уверен? Может, мы пойдём на сеновал? Нет. Постели в отеле удобнее. Блин, ты такой упрямый. Сейчас или никогда. Я должна помочь ему увидеть истинную причину его гнева. Иначе ненависть постепенно отравит его сердце. И боль никогда не уйдёт. Повести Кристиана на ранчо, поговорить о его боли и помочь ему залечить. Лечить раны. Да. Помочь Кристиану. Мы уже здесь. Давай, Кристиан. Тебе это пойдёт на пользу. В глубине души ты это знаешь. Это бессмысленно. Это не вернёт моего отца. Да. Но мне было бы приятно, если бы ты мог смотреть без ненависти на мою плюшевую игрушку. А, это лошадь. Да. Тебе придётся справиться с этим рано или поздно. Разве не лучше сделать это сейчас, когда я с тобой? Не в том смысле, что я какая-нибудь особенная или как-то так. Мона, ты особенная. Ну, тем более. Хорошо. Давай пойдём на это ранчо. Спасибо. Это глупо. Чего ты добиваешься? Ты должен взглянуть в глаза своей боли и горечи. Ты уверена, что хочешь быть ветеринаром, а не психотерапевтом? Обычно людям нужно взглянуть в глаза своим страхом. А я не боюсь лошадей. Не боишься лошадей? Ты уверен? Потому что иногда мы ненавидим то, чего боимся. И, может быть, ты на самом деле боишься лошадей из-за того, о чём они тебе напоминают? Но будет так грустно, если ты так и не сможешь оставить это позади. Посмотри на эту красоту. Это не ангел смерти? Конечно, нет. Это другое ранчо и другая лошадь. Это не важно. Признай это. В смерти твоего отца не было злого умысла. Эта бедная заблудившаяся лошадь сама была в ужасе. Ты сам делаешь себе больнее, пытаясь найти несуществующего злоумышленника. И мне тяжело наблюдать за этим. Я всё это знаю, хорошо? Но мне нужно винить что-нибудь. Я должен видеть в этом какой-то смысл. Тут я его понимаю. Я не могу винить мироздание. И я... Я боюсь. Чего ты боишься? Я боюсь, что если я не буду винить что-нибудь другое, я стану винить отца. Потому что он был такой хороший, знаешь. Он был одним из самых добрых и порядочных людей. Кто-нибудь другой прежде всего подумал бы о своей собственной безопасности. Нажал бы на тормоза, но остался на дороге. Машина пережила бы столкновение с лошадью. Но лошадь не выжила бы. Да. И, конечно, папа знал это. И его инстинкты не оставили ему выбора на самом деле. О, Господи. Не было никакого выбора, не так ли? Я винил его в том, что он выбрал безопасность лошади вместо своей, но... Я только что понял. У него не было времени обдумать это. Он просто среагировал, как хороший человек. Конечно, он так среагировал. Он ведь был таким хорошим человеком. И таким хорошим отцом. Я знаю это. Я вижу это, просто общаясь с тобой. Мона. Спасибо тебе. За то, что заставила меня прийти сюда, и за то, что выслушала. Кристиан, спасибо тебе за то, что ты мне рассказал. О своих чувствах. Я так рада, что смогла помочь тебе. Ты действительно помогла. Я чувствую себя намного лучше. А это конь или это кобыла? Она очень красивая. Ты была права. Я о тебе говорила. И наверняка она любит сахар, совсем как ты. Через несколько часов мы приехали в следующий отель и распаковали вещи. Мы шутили и разговаривали, и постепенно вернулась наша обычная атмосфера. Но теперь я знала, что он был очень мне важен. Эти хот-доги были довольно вкусными. Да, почти как вчерашний ужин. Миссис Ли находится там. Вы должны ехать туда. Она на побережье? Да, я думаю, у нее там дом. Ты с ней говорила? Нет. Я видела знак. Хорошо. Значит, Хабак Бич. Она в порядке? Нам нужно что-то взять с собой. Ей что-нибудь нужно? Нет. Ей только нужно, чтобы вы добрались туда как можно быстрее. Хорошо. Мы будем в штате Вашингтон через два дня. Отлично. Вскоре поговорим. Хорошо, пока. Побережье? Не спрашивай. От этих экстрасенсов никогда не дождешься прямого ответа. Я заметил. Наш отель расположен в прекрасном месте. Уединенное. Великолепный вид. И огонь? Что? Боже мой! Наш отель горит! Как это? Мне очень жаль. Один из наших гостей оставил сигарету зажженной. Три наших комнаты загорелись. И Ваша была одной из них. Черт побери! Наша комната сгорела. Так, 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 так. Паниковать. Можно паниковать, конечно. У меня сейчас инфаркт хватит. Это кошмар. Это кошмар. Что с нашими вещами? Мне очень жаль. Все пропало. Давайте компенсацию теперь. Все пропало. Это хорошо, что в Америке практически все держат деньги на карточках. Но одежда... Ну, по-любому должны что-то компенсировать. Вот это да! Я чувствовала, что будет какое-то происшествие. Но что такое? У меня даже мыслей не было. Ух, ну все. Страсти накаляются и накаляются. Ждем следующую главу с нетерпением. А все прошедшие главы вы найдете в плейлисте в описании под этим видео. И спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok